Динамичный мир ледовых гонок Для нас очень важны ваши комментарии к видео, которые позволят нам развивать канал и показывать еще больше интересных событий. Ледовые гонки – это жесткая борьба борт-борт, битва за снежные стихии, испытания гоночного мастерства на пределе. И мы готовимся к первому заезду. В рамках четвертого этапа 2021 года Кубка России по ледовым гонкам прошли заезды в трех классах – 1600-1400. Класс свободный, с которого мы и начинаем сегодняшний рассказ. Здесь все выступают на автомобилях Renault Logan. Очень много жестких битвов. Здесь в сэндвич фактически вот так вот в коробочку зажали Раиса Мениханова. Его соперники оказались в снежном бруствере. Ну а сам Раис весь этап провел очень хорошо, несмотря на эту ошибку. Было много острых моментов, столкновений, вылетов в снег по ходу первого, второго и седьмого заездов. Было очень много напряженных битв и сражений бок о бок. В борьбе за третье место лучшим стал Олег Жаворонков. Ну а в сражении за победу склеснулись Раис Мениханов и Альберт Гайнулин. Битва была жесткой и действительно велась не на шутку. До столкновений, до контактов. Но на зеленом автомобиле в цветах Республики Татарстан в итоге верх одержал именно Раис Мениханов. Мы видим итоговую таблицу по 11 очков у Мениханова и Альберта Гайнулина. Но именно Раис Мениханов был признан победителем финального заезда. И именно он стал победителем всего этапа в классе «Свободный». Что же касается категории 1400, здесь преимущественно все выступали на автомобилях «Лада Калина». Была одна одинокая гранта в Пелетоне под управлением Михаила Симонова. Также много плотных сражений, много острых моментов. И шли серьезные битвы на пределе. Был вылет у Александра Борзякова в седьмом заезде. Василий Кораблев и Артем Антонов цепляли снежный бруствер. Мы видим машину Борзякова. Ну и, конечно же, зеленый автомобиль. Это был Расуль Мениханов. Сступающий в статус Торстана. В бруствере застревает Никита Дубинин. Ну и совсем глубоко завяз Артур Егоров. Для Расуля Мениханова тоже не всегда все складывалось гладко. И он класс 1400 в итоге закончил на 11 позиции. Ну а победителем стал Данил Слепов. Перейдя Айдара Нуриева и Михаила Симонова. По теле Кораблев и Марат Князев замкнули первую пятерку. В этом сражении действительно именитых гонщиков. И мы видим по счету очков, насколько плотной была эта битва. Ну а впереди всех ждал главный класс 1600. Здесь были большие звезды Дмитрий Брагин, Тимур Тимирсянов. И не только мужчины принимают участие в этих жестких битвах, но и Татьяна Елисеева. Олег Жаворонков, конечно же, был одним из фаворитов. Наряду с Брагином, наряду с Тимирсяновым и, конечно же, Ушмаевым. В первой заезды здесь Дмитрий Брагин. Вместе с ним Андрей Пироженко, Филипп Тупоносов, Олег Жаворонков, Евгений Ушмаев и Раис Миниханов. Мы видим, что бок о бок пилоты идут сейчас на первом круге в сражении за первую позицию. Здесь также мы видим старую зеленую восьмерку Раиса Миниханова, который, похоже, да, зацепил Брунсферн. Просто не оставили места ему соперники, и Раис очень много теряет. Евгений Ушмаев все еще надеется финишировать выше, по крайней мере, попробовать это сделать. И пытается отобрать сейчас он третью позицию. Даже доходят, похоже, до совсем небольшого контакта. Но не удается ему это сделать. Андрей Пироженко третий, впереди Евгения Ушмаева, Филиппа Тупоносова. Ну а у Раисы Миниханова сразу, к сожалению, был очень неприятный эпизод. Второй заезд. Рустам Фотхудинов, Андрей Севастьянов, Раис Миниханов, Филипп Тупоносов, Максим Симонов и Тимур Тимирзянов. И мы видим, что Раис Миниханов на своей ярко-зеленой восьмерке сражается за вторую позицию. И вот здесь им удается выйти вперед. Далее Тимур Тимирзянов. И у него едва не случилось повторение той же истории, которая ранее была у Раисы Миниханова на предыдущем круге. Ну а лидирует сейчас Максим Симонов. Правда, Миниханов оказывает на него очень-очень серьезный прессинг. Очень интересный заезд. Много плотных сражений. Видим, что Максим Симонов отрывается от Раисы Миниханова, к которому все ближе и ближе подбирается в сражение за второе место. Это Тимур Тимирзянов, который очень сильно скользит сейчас в повороте. Итак, Максим Симонов выигрывает второй заезд четвертого этапа. Раис Миниханов заканчивает его на второй позиции. Тимур Тимирзянов третий. Впереди Рустама Фатхудинова. Следом Филипп Тупоносов и Андрей Севастьянов, который по итогам этого заезда очков не набирает. Роман Шушарин, Станислав Новиков, Андрей Севастьянов, Андрей Пироженко, Рустам Фатхудинов и Олег Жаворонков. Это состав третьего заезда. И, к сожалению, у Новикова здесь сразу что-то пошло не так. Мы видим, что он теряет позиции в то время, как Олег Жаворонков захватывает первое место, причем захватывает с большим запасом. А вот Андрей Севастьянов пытается выйти на вторую строчку. Не получается пока что у него это сделать. Вот мы видим отстающего Новикова. И здесь сейчас следует ошибка. И мы видим, что Шушарин и Пироженко сталкиваются. Немножко снесло наружу машину Шушарина. Он врезался в машину Пироженко. Много обломков. Шушарин разворачивается. Итак, Олег Жаворонков выигрывает третий заезд. Андрей Севастьянов в итоге второй. А вот Станислав Новиков, который как-то не очень бодро принял старт, в итоге заканчивает заезд третьим. Следующий, четвертый заезд. Евгений Ушмаев, Дмитрий Брагин, Максим Симонов, Станислав Новиков и Тимур Тимирзянов. Пять участников принимают участие в данном заезде. И сразу же здесь возникают технические проблемы у Новикова. Ну а здесь сражаются четыре Калины. И в этом сражении в том числе Тимур Тимирзянов. Внутри сейчас пытается что-то сделать своими соперниками. Похоже, что буквально за два поворота ему удается выйти на первое место. Да, Тимур Тимирзянов сейчас лидирует на первом круге. И посмотрим, смогут ли соперники дать ему бой. Тимур Тимирзянов выигрывает заезд. Сохраняя уверенно первое место впереди Дмитрия Брагина. Евгений Ушмаев добирается до финиша на третьем месте. Впереди Максима Симонова. Пятый заезд. Василий Владыкин, Михаил Дралин, Рустам Фатхудинов, Евгений Ушмаев, Олег Жаворонков и Максим Симонов. Итак, старт заезда. И видим, как сразу же здесь начинает отставать Михаил Дралин от всех. На машине под номером 30. А вот впереди сражаются две синие лады. Евгений Ушмаев сейчас занимает первую позицию. Впереди напарника по своей команде Олега Жаворонкова. Но у Жаворонкова здесь был несколько неточный грязный момент в повороте. И в итоге он получил даже, похоже, небольшой удар в задний бампер от Максима Симонова. Так что начало пятого заезда получается очень увлекательным и плотным. И вот за третье место идет очень плотное сражение. И здесь в итоге сильно очень задевает брустер Максим Симонов в битве. С Рустамом Фотхудиновым. Фотхудинов действует местами достаточно жестко, практически до контактов. Но все-таки Симонов сохраняет за собой третью позицию в этом очень-очень плотном заезде, в этой плотной битве. Евгений Ушмаев выигрывает впереди Олега Жаворонкова. Ну а Максим Симонов третий. Шестой заезд. Евгений Аксаков, Раис Мениханов, Роман Шушарин, Рустам Фотхудинов, Дмитрий Брагин и Василий Владыкин. Очень интересный состав здесь собрался. Похоже, что Дмитрий Брагин сейчас выходит вперед. Есть, конечно же, у него здесь и соперник. Это Евгений Аксаков, выступающий на Ситрайне Саксу. И в итоге, да, он второй. И в принципе здесь собирается интересная группа. Раис Мениханов здесь почти что в парном дрифте едет. И в итоге несколько замешкался, что позволяет выйти на третью строчку. Сейчас на автомобиле под номером 18 Рустама Фотхудинову. Дмитрий Брагин идет к победе. Евгений Аксаков сохраняет вторую позицию. Впереди Фотхудинова и Мениханова. Их битва идет с самого начала. Ну а Дмитрий Брагин выигрывает заезд с очень хорошим запасом. И далее позиции. На заключительной части финального круга не меняются. На вышках ранок был автомобиль Романа Шушарина. Ну и здесь его соперниками будут Андрей Севастьянов, Евгений Ушмаев, Татьяна Елисеева, Раис Мениханов и Михаил Дралин. Несколько замешкали здесь стартующие по первой и второй дорожкам гонщики. В частности Андрей Севастьянов. А вот Раис Мениханов просто буквально как на ракете выстрелил, но к концу прямой. Его здесь проходят. С одной стороны Ушмаев, с другой стороны тоже идет на него атака. Сам Раис Мениханов несколько стал рыскать его машину на входе в поворот. Но тем не менее он вышел обратно на вторую строчку и пытается протиснуться внутри Ушмаева. Да, ему удается. А впереди сейчас Евгения. И Раис Мениханов, который прекрасно стартовал, но может быть чуть медленнее подходил к первому повороту. Раис Мениханов в итоге захватывает лидерство на первом круге седьмого заезда. Раис Мениханов допускает ошибку, у тебя есть скорость. Мениханов тоже допускает ошибку и пытается сейчас этим воспользоваться Дралин, но не успевает. Мениханов впереди. Дралин в итоге теперь второй. А вот Евгений Ушмаев, который здесь в самом начале рассчитывал побороться за победу, в итоге сражается только за третье место. Но опередить Елисееву ему не удается. Так что Раис Мениханов выигрывает. Дралин финиширует на второй позиции. Ну а Татьяна Елисеева на третьей строчке. Что же касается Романа Шушарина, то, к сожалению, он становится неудачником этого заезда. Старт восьмого заезда. И здесь среди участников Тимур Тимирзянов. Ну а с первой дорожки будет стартовать Татьяна Елисеева, которая предыдущий заезд закончила на третьей позиции. Евгений Ушмаев на второй дорожке. Далее Евгений Аксаков, Тимур Тимирзянов, Андрей Пироженко и Рустам Фатхудинов. Ушмаев стартует очень неплохо. Он будет, похоже, вторым или третьим. Сражается он с Евгением Аксаковым. Но Фатхудинов по внешней линии блестяще стартовал. И он выходит вперед. Он захватывает первую позицию. В очень плотной борьбе здесь рядом Евгений Ушмаев. Там же и Аксаков. А наблюдает за всем этим сражением на четвертой позиции Тимур Тимирзянов. Что же, заезд с самого начала получается очень интересным, очень боевым. Ну а Рустам Фатхудинов начинает оторваться от своих соперников. В то время как Тимирзянов проходит Аксакова с небольшим контактом. И Тимур Тимирзянов захватывает третью строчку. Аксаков ошибается. Его выносит на внешний радиус. И в итоге он теряет позицию. Ну а мы видим камеру на борту Евгения Ушмаева. И сейчас нас переключают на его сражение уже на внешнюю камеру с Тимуром Тимирзяновым. Сильно заносит машину Тимура Тимирзянова. Пытается Ушмаев этим восфользоваться. Доходят до контакта. И Ушмаев буквально протискивается внутри. И сейчас поднимается на одну строчку выше. Просто потрясающая борьба. Заканчивается восьмой заезд. И вместе с этим ровно половина заездов остается позади. Рустам Фатхудинов одерживает победу. Евгений Ушмаев на второй позиции. И Тимур Тимирзянов третий. На очередь девятый. Здесь мы видим на стартовой линии Олега Жаворонкова, Евгения Аксакова, Тимура Тимирзянова, Рейса Мениханова, Михаила Дралина и Станислава Новикова. Очень хорошо здесь стартует Тимур Тимирзянов, Аксаков. Да и в принципе посмотрите на Раиса Мениханова, которая выстреливает где-то после первой третьей. Той части прямой, которая находилась следом за стартовой линией. И Олег Жаворонков очень хорош сейчас внутри на своей синей ладе. Раис Мениханов снаружи. Они вдвоем Аксакова прошли бок о бок, но очень широко уходят и тот, и другой. В итоге внутрь пытается пролезть Тимур Тимирзянов. Похоже, что с Жаворонковым был у него контакт. И у Жаворонкова с Мениханова. Мениханов в сугробе. Ну а позади Аксаков оказывается также в снежном бруствере. Мы видим, что красные флаги из-за аварии в начале этого заезда. Так что сейчас девятый заезд приостановлен. И вот он повторный старт. Мы видим, что Жаворонков хорошо стартует. Как обычно, Раис Мениханов тоже бодро выстреливает. Жаворонков проходит Мениханова. У Мениханова традиционно чуть ниже скорость, ближе к первому повороту. Но пытается снаружи удержать первую позицию. Пока что еще есть шансы. Вок о бок они проходят с Жаворонковым поворот. Ну и позади там также идет у Дралина очень интересная битва с Новиковым. Вот как раз-таки она сейчас на окранах. И здесь пока что в этой дуэли победителем старается именно Новиков. А дальше Тимур Тимирзианов пытается пройти Раис Мениханова. Тимирзианов внутри. Видим, насколько разные траектории они используют. И в итоге Мениханов оказывается в сугробе. Но не сильно. Однако влетает в него Новиков. И Дралин едва также избегает столкновения. Да, девятый заезд получается очень-очень богатым на события. Для Мениханова, похоже, заезд закончен. Он не может самостоятельно выбраться из бруствера. Ну а Жаворонков выигрывает этот заезд. Впереди Тимур Тимирзианова. Михаил Дралин третий. И итоги этого заезда подводят по итогам двух кругов. Следующий. Десятый заезд. Раис Мениханов, Татьяна Елисеева, Василий Владыкин, Максим Симонов, Станислав Новиков и Андрей Пироженко. Используя чуть более пологую, чуть более внешнюю траекторию Раис Мениханов, сохраняющий первую позицию. И похоже, что у него есть отличные шансы выиграть, если он не подпустит к себе остальных соперников. Максим Симонов идет на вторую позицию. Но следом там разворачивается очень интересная битва. За третью строчку атака Татьяны Елисеевой. И до сильного контакта у нее здесь доходят с Василием Владыкиным. И в итоге Татьяна не выходит на третье место. Еще, возможно, и повреждает автомобиль. И мы видим, что еще хуже в итоге заезд заканчивается для Василия Владыкина. Его машина повисла на брюхе на снежном бруствере. Ну а Раис Мениханов к себе Симонова так и не подпустил. Мы видим, красным флагом завершается этот заезд. И Раис Мениханов набирает по его итогам 5 очков. Новиков здесь не стартовал, а вот у Елисеевой результат аннулирован. Это уже одиннадцатый заезд. И здесь Андрей Пироженко, Тимур Тимирзянов, Михаил Дралин, Дмитрий Брагин, Василий Владыкин. Ну и также здесь Андрей Севастьянов. Начинается заезд. И у Тимура Тимирзянова очень хороший старт. С Дмитрием Брагиным вместе они резво выпрыгнули со стартовой линии. Но Брагин в итоге оказался быстрее на подходе к первому повороту. И вырвался очень далеко. Начинает он здесь на внешнем радиусе. Но переходе сразу на внутренний. Тимур Тимирзянов второй. Но Владыкин пытается атаковать его по внешнему радиусу. Очень много снега. И вновь у нас пилот в Бруствере. На этот раз это Андрей Севастьянов. В то время как Владыкин борется здесь изо всех сил. С Андреем Пироженко несколько контактов было в сражении за позиции. В итоге Владыкин завозит Пироженко в Бруствер. Да, чем дальше идут заезды, тем сильнее начинают кипеть страсти здесь на автодроме Усады. И проблема у Тимура Тимирзянова. Проблемы с мотором сейчас возникают на его автомобиле. Очень обидно, что у него был не наивысший счет по очкам после восьми первых заездов. Но еще были шансы посражаться как минимум за место на подиуме. Но не закончена борьба. И сейчас на финальном круге находятся все участники этого заезда. Дмитрий Брагин одерживает победу. Ну а здесь битва идет практически до самого конца. Михаил Дралин против Андрея Севастьянова. Севастьянова в самом конце дайв-бом практически делает. Ныряет вовнутрь. И не могу понять, опередил ли он Дралина до линии. Успел ли он это сделать. Внимание, внимание, дорогие друзья. Решением руководителя гонки за группу и езду аннулирован результат в 11-м заезде, показанный Василием Владыкиным. Номер 96. Ну и вот, итоги, да, действительно, при том, что Брагин выиграл Андрей Севастьянов из Химок, смог опередить представителя Пензы Михаила Дралина уже буквально на линии финиша. Мы переходим к 12-му заезду. И похоже, что Дмитрий Брагин вновь очень уверенно выигрывает старт. Да, это его автомобиль под номером 4. Дмитрий очень хорошо сегодня вырывается со стартовой линии. И здесь он сразу же занимает хорошую траекторию. Но вновь у нас и перелетает машина через брусфер. А вторая застревает в высоком сугробе. Татьяна Елисеева сейчас ведет оборону в сражении с Рустамом Фудхудиновым. Фудхудинов внутри, но Татьяна очень хорошо и красиво описывает здесь среднюю линию. Итак, Брагин лидирует. Ну а здесь Фудхудинов пытается еще что-то сделать с Татьяной Елисеевой, которая ошибается, но уходит очень широко. И в итоге открывает калитку для Рустама Фудхудинова, который пользуется этим зазором и выходит вперед. Ну а Брагин вновь видит первую отмашку клетчатым флагом и набирает 5 очков Фудхудинов, Елисеева и Новиков. Следом Филипп Топоносов, Василий Владыкин, Станислав Новиков, Евгений Аксаков, Андрей Севастьянов, Евгений Ушмаев. Замешкался несколько вновь Станислав Новиков. Это уже не первый раз, когда он сегодня не очень резво стартует. Возможно, дело в технике, но мы видим, что Евгений Аксаков на своем стареньком Ситроене захватывает лидерство. Надолго ли? Ведь здесь Евгений Ушмаев сейчас наносит на него атаку. В битве за первое место небольшой контакт, и Ушмаев на сине-белый. Ладий сейчас выходит вперед и захватывает лидирующую позицию. Продолжается заезд, очень много плотных сражений. Сейчас на втором круге ошибка Андрея Севастьянова. Здесь Владыкин фактически догнал его задний бампер, но, к счастью, смог вовремя замедлиться и сориентироваться. Но прямо сейчас при подходе к линии старта и финиша был между ними контакт. Андрей Севастьянов впереди. Владыкин идет сразу следом за ним. Нас тем временем переключают на борьбу за вторую позицию. Здесь до контакта доходит Аксаков, резается. В бруствер оказывается за его пределами. Видим красный флаг, так что заезд остановлен. Евгений Ушмаев впереди Евгения Аксакова и Андрей Севастьянов. Это первая тройка. Далее Владыкин и Новиков набирают 2,1 балл соответственно. Сегодня мои соперники как-то некорректно себя вели в двух поворотах. А один вот вообще просто выкинул с полного хода и сам убрался. Я не понимаю смысла. Если выкинуть и остаться на трассе, то это да. Машина вся покорежена. Но как бы мы едем. Понятно, что играем в Кубке России. Мы играем. Поэтому будем дальше стараться все делать для того, чтобы доехать до финиша и приехать на Тольятти подготовленную. Сначала что-то никак не собрался. Первые два заезда, ну просто, ну не пойму, нет объяснения. Потом чуть-чуть посидел, подумал. Ага, хорош. Надо ехать впереди. Что-то получилось, но что-то не получилось. Это гонка. Ну что же, готовимся к следующему. К 14-му заезду. Максим Сивонов, Олег Жаворонков, Татьяна Елисеева, вновь Андрей Севастьянов, вновь Евгений Аксаков и Дмитрий Брагин. У Аксакова хороший старт. И, как и обычно, очень хороший старт у Дмитрия Брагина, который находится на внешней линии. Андрей Севастьянов пока что сражается за третью позицию. Но впереди Брагин снаружи. Аксаков внутри, но у Брагина лучшая скорость. И он занимает первую позицию еще до входа поворот. Ну а здесь Татьяна Елисеева против Олега Жаворонкова. И врезается она фактически здесь в колину Жаворонка, которого разворачивает. Сама едва сейчас смогла отловить свой автомобиль и обрести вновь контроль. Андрей Пироженко из команды Дмитрия Брагина довольно готов приклеиться к заднему бамперу. И сейчас почти даже не то, что к бамперу в дверь практически приклеился. Был там сейчас небольшой контакт между соперниками. Ну а Брагин лидером заканчивает перекрук дистанции. Севастьянов теряет, теряет третье место. И что же, переворот там похоже. И это автомобиль Михаила Симонова, который то, что называется, сделал лучше. Машина сейчас легла на крышу, на бруствер. Ну а Жаворонков мы видим потом Елисеевой отплатил той же монеты. И фактически просто подвинул ее в повороте, отыграв позицию. Причем сам сильно налетел на бруствер. И Елисеева-то его прижала к брустверу. Так что Жаворонков там едва еще и не перевернулся. А что же, Дмитрий Брагин выигрывает заезд. Аксаков второй, а Севастьянов в итоге заканчивает 14-й заезд на третьем месте. Олег Жаворонков четвертый, следом Татьяна Елисеева. Ну и Максим Симонов в итоге у нас заканчивает заезд на крыше. Достаточно быстро все происходит. Поэтому трудно как-либо описать, кроме того, что неприятно выбираться. И досадно, что заезд идет без тебя. Ты машешь пилоту рукой. Ну, выглядело, наверное, со стороны эффектно. Постараемся все-таки радовать болельщиков финишем, а не крышей. 15-й предпоследний заезд. И уже у нас не хватает счастья участников. Поэтому здесь Филипп Тупоносов, Олег Жаворонков, Василий Владыкин и Татьяна Елисеева. Но вновь проблема, конечно же, здесь со стартом у автомобиля Киа. Сегодня уже не первый раз это проявляется. Причем, похоже, не только у Новикова. Что же касается лидерства, то Олег Жаворонков сейчас на первой позиции. Татьяна Елисеева медленно стартовавшая четвертая. И контакт сейчас был у напарников по команде. И мы видим, что Филипп Тупоносов-то в итоге зарылся в бруствер. Его развернуло. Так что он теряет очень много позиций. А вот его напарник по команде GT Racing Team, москвич Василий Владыкин, идет вторым следом за Олегом Жаворонковым. Ну что же, Олег Жаворонков в итоге доводит дело до победного конца и выигрывает 15-й предпоследний заезд. Василий Владыкин второй. Татьяна Елисеева финиширует на третьем месте. Это четвертый этап. До этого не могли доехать. Вроде везде первые были. Что-то не хватало финиша. Сегодня тоже сложилось все отлично. Чуть-чуть подпортили колесо. Из-за этого два заезда не было стартов. Не смогли побороться за первое место. Ну что же, финальный заезд 16-й. В классе N-1600 четвертого этапа Кубка России 2021 года по ледовым гонкам. Михаил Дралин, Максим Симонов, Андрей Пироженко, Филипп Тубоносов и Евгений Аксаков. Это, соответственно, пятерка. Лидер сразу здесь врывается далеко и очень уверенно. Это Евгений Аксаков на автомобиле под номером 50. Андрей Пироженко на синей машине. Он сейчас идет на третьей позиции. Были уже у него некоторые, скажем так, острые эпизоды в течение дня. Видим, что Тубоносов-то проходит. Сейчас Пироженко с небольшим контактом и поднимается на третью строчку. Ну а вот и финиш первого круга. Мы видим, что в бруствере стоит машина Андрея Пироженко, для которого заезд вот так вот неудачно окончен. Генек Саков выигрывает 16-й заезд. И по итогам всего этапа он занимает четвертую позицию, набирает в общей сложности 19 баллов по итогам этого этапа. Ну а в этом заезде Максим Симонов-то, Тубоносов-третий, далее Дралин, а вот Пироженко у нас был не консифицирован. Роман Шушарин на старт этого заезда уже не вышел. Ну что же, мы готовы увидеть результаты. И победителем четвертого этапа Кубка России по ледовым гонкам 2021 года становится Дмитрий Брагин, который на этом этапе набирает 28 очков. Ну а следом за ним здесь мы видим Жаворонков, Ушмаев, Аксаков, Отхудинов, Симонов, Мениханов, Тимберзянов, Севастьянов и Дралин. Это первая десятка. Трасса отличная, выдержала. Это отдельная благодарность организаторам ФАМС РТ, что подготовили такую площадку. Ну мне все очень понравилось. И то, что у нас службы отработали хорошо, несмотря на аномалии погоды. И то, что там снег, оттепель, и все это пережили, и трасса пережила, и все выдержали. И самое главное, безопасно, все живы, здоровы, есть победители, нет протестов, все сложилось. Третье место Евгений Ушмаев. На второй позиции этап закончил Олег Джаворонков. Ну и победителем четвертого этапа Кубка России по ледовым гонкам стал Дмитрий Брагин. В следующий раз мы расскажем вам о юбилейной 25-й гонке Кубок Салавата, которая прошла в Набережных Щелнах. А если вы хотите больше узнать о ледовых гонках, подписывайтесь на канал Михаила Токарева. Там вы сможете посмотреть все этапы ледовых гонок и многое другое. Ссылка в описании ролика. И напоминаем, что теперь у нас есть еще и свой аккаунт в Инстаграме Байер ТВ. Обязательно подписывайтесь и следите за новостями. Эту программу подготовила студия Байер. У микрофона был Владимир Башмаков. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok